МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На думку керевника в области, необходимо активнее притягивать за межные инвестиции и створать суместное предприемство. На посаджение облаканкам Александр Косиниц поставил под сумнение работу особных керевников, которые не проявляют с активностью и затекавленностью в проведении модернизации вытворчасти. Распочатая еще в 2009 году модернизация промышленного комплекса сейчас набивает еще большую актуальность. Продукция губляет свою конкурентную сдольность, рентабельность падает, отсюда низкая платежа сдольность предприемству и относительно невысокий узровень заработной платы. Я считаю, малые подвижки произошли. Если на предприятии бывшего военно-промышленного комплекса или существующего, губернатор спрашивает, где сейф у генерального конструктора, Витязя или Эвистра, а вы говорите, а зачем? Я спрашиваю, где разработки, ДСП, секретно, совершенно секретно, особой важности, что вы делаете? А мы ничего не делаем. Отсюда изнижение объема выпускаемой продукции. Как результат, область недополучила промышленных продукций на 2,1 триллиона рублей. Мы потеряли также порядка 7 триллионов рублей из-за неполной заработки производственных мощностей. Это говорит о том, что нет долгого на поле со стороны города и с полком, как работают предприятия, насколько заработаны их мощности, и не ищут у цели реализации этих вопросов. Проведенная модернизация на предприемствах мясомолочной галины так само не даёт ожидаемых выников. Мясокомбинаты загружены только на полову, а молокозаводы на 80%. У вынику предприемства не вышли на запланованный показчик по экспорте продукции за минулый год. Практично недоотримали больше за 130 миллионов долларов. Дзе глубиня перепрацовки и диверсификация рынку задався питанием Александр Косиниц и потребовал от директора предприемства истотно переглядить свои подыходы в работе. Иначе меры будут приматься самые жорсткие. Соответствует занимаемой должности, остается не соответствует, не занимается. Значит, резерв поменяется. Вот и вещь, что я говорю. На модернизацию промысловости потребна каля 15 триллионов рублей. Пропонованный проект решения об выделении половых этой суммы из уластных оборотных сродков предприемства выглядая нереальным. Высокие банковские ставки по кредитах им так само не под силу. Яка, значит, министр промысловости Дмитрий Катярынич у таких умовах аж життя ведь серьезную модернизацию будзе немахчима. Деяйте удастся отримать держпотрымку с фонду развития на техпереозброене той же станкобудовнейшей и машинобудовнейшей галяны, так само невядома. Пакольки потребны реальные проекты, а их нема. Один со шляхов выстя, на думку Александра Косинца, притягнение замежных инвестиций и створение сумместных предприемств. И тут великая отказность кладется на керовника предприемства. Ему потребно будет вытримать серьезный экзамен на профессийную пригодность и ответность, займаемые по саде. Инна Кириенкова, Ярослав Навойков, Новины, Витебск. Сегодня у Витебским державным медицинским университете отбылась республиканская науково-практичная конференция с учаственной технологией ляши. Своим опытом, опошними напроцовками поделились и урачи, в Ученой Беларуси, России, Украины, Литвы, местом проведения конференции ЗНО обраны Витебска и Невыпоткова. Подставой тому великий опыт специалистов по оказанию медицинской допомоги пациентам с захворываниями вен, нижних конечностей, с укоронением новых методок диагностики и лечения. Экологичная вёска. У Липельском районе реализуется международный проект по будовництве домов для персиоленцев за району, что потерпели от шарнобыльской авары. Больше за 20 молодых семью персиолилися у эко-вёску. Яшы некольки домов шакают своих господаров. Про то, как будуют с глиной треснягу и при этом выкорыстовуюсь энергосберагаючая технология наш корреспондент Вольга Шмаргун. Алена и Иван не думали, не гадали, что одной челёс закиня их с Брагинского района на Лепельщину. Да яшы и у экспериментальную вёску. Але коли им пропоновали переехать у чистую зону, долго не разважали. И были у лику перших персиоленцев. Здоровье троих дятей стало для батьков головным аргументом. Первые годы было трудновато. Нас и мало было. И пока один к одному как-то привыкли. А сейчас, можно сказать, живом одной семью. И один одного поддерживаем, помогаем, если надо. Вёска Старый Лепель экологичной называется не здарма. Усе дамы тут побудованы из природных, адновляемых материалов. Каркас – дравляны. А усе остатняя – сумесь шепок, глины и треснягу. У Германии по этой технологии будуются уже долгий час. Проверана, такие дамы служат по 300-400 годов. Во-первых, мы строим дома из экологически чистых материалов. Во-вторых, из материалов местного региона. Это для нас важно, чтобы не иметь каких-то больших транспортных составляющих. Дерево из лесхоза местного щипает отходы, которые можно либо бесплатно, либо за небольшие деньги приобрести. Глина также местная. Тростник мы заготавливаем на озере. Будалництво эко-вёски продуглеживает и выкористание новых энергосбирагающих технологий. На дахах мясцовых домов гелия установки. При допомозе солнечные энергии подогревают воду. А сучасное отцепляльное обсталявание працуя на драуняных ранулах. А кроме того, что гэта самые экономичные способы, яныя шы и экологичные и не наносят шкоду окаляючему асяродзю. Энергоэффективные дома, фельдшерская, кушерский пункт, гелио установки для подогрева воды, солнечные батареи и даже ветроустановки, вот всё это имеют место быть и работают, и весьма эффективно на людей. Сегодня с 30 экологичных домов у вёсты заселены 23. А кроме того, тут повыдавали культурно-эдукационный центр узвозить ФАП по гэтэй же экономичной энергоэффективной технологии. Все вместе мы делаем одно важное дело, которое направлено на экономию наших энергоресурсов, с тем, чтобы эти деньги сэкономленные можно было впустить, повышать уровень жизни местного населения, пускать на другие дела. Больха Шмархун, Александр Петровецкий, Новины, Лепельский район. Олени худшие за всё были отручены людьми. Такий погляд выказал начальник Державной инспекции оховы живёльного света при президенте Беларуси Сергей Новиков. Нагадаем, трупы 12 высокородных оленей были знайдены у вольеры поляуниши базы Камайск в Докшинском районе. У наступный день колькость загинувших живёл повялишилась у двоя. Побыч на снизе выулены плямы невядомого речего синего колеру. Узоры тканки загинувших живёл и невядомого препарату накераваны на экспертизу. Правоохонными органами ведется проверка по факте массовой гибели оленя. На Витебшине замороза узросла колькость пожару. С початку года их отбылось ровно 100. Это на 7, больше, чем летать. Повялишилась и гибель людей на пожарах. Всё лето огонь уже забрал житие 26 человек. По раннейшему основной причиной сгорания застаётся неостережность при курении. С початку года за это загинули 15 человек. Профилактичесные рейды сопротивники областного управления МНС будут проводить до саковика. Особливая увага надается приватному сектору и шмадетным семьям. Морозное надворье без западку заховается и в ближайшие дни. Там у ратауники закликают быть особливой осторожными и не жертвовать за огнём. Проводятся рейды по проверке частных домовладений. Все работники управления привлечены к данной работе, выезжают на районы. И оказывается помощь, практическая помощь по проверке частных домовладений. В связи с усилением морозов ежегодно у нас увеличивается количество пожаров. Этот год не стал исключением. В связи с усилением морозов в предстоящие выходные дни обращают к жителям области о соблюдении правил пожарной безопасности. В первую очередь, это чтобы не допускали перекала печей. Кроме того, обращаю внимание родителей, бабушек, дедушек, чтобы ни в коем случае не оставляли малолетних детей без присмотра. Сегодня Татьянин день, день у всех студентов. Махшима год один в истории выпадок, когда на один и тот же день протендуют и служители сарквы и студентства. Прошим кожный бог, разумея, свято по-своему. Жития святых мы можем доведаться, что дошка римского консула Татьяна подвергалась ижорским проследованием за веру Христову. В архивных документах знойдем, что в 1855 году императрису Елизаветы Петровной был подписан указ об открытии Московского университета и с того часу 25-я студия не стала святым студентством, которое за усилением сопровожается шумом и веселем. Ничего не изменилось и за рассеяние на вышальных установах Витебшина так само будут слазиться забавляльные концертные программы, так званые капустники и дискотеки. На этом поколю все. Я развитываюсь с вами до вечера.